Добрый день. Здравствуйте. Геннадий Анатольевич, вопрос. Черный пиар, как вы к нему относитесь? Это когда неправду выносят в СМИ с целью облить, например, конкурента. Как вы вообще к этому относитесь? Конкурента в чем? Голосование, выборы ближайшие. Вы знаете, что такое черный пиар? Вообще нужно подходить изначально с этой категорией, да? Кто может быть определяет, черный это или белый, или вообще это пиар? Есть претенденты, которые используют черный пиар, как одну из технологий. Для своего продвижения? Сначала обливают себя грязью, обвиняют в этом оппонентов, своими руками облили себя, потом своими руками отмыли себя. И уже грязь к грязи не пристает. А в Полтаве такое бывает, как вы считаете? В Полтаве это работает постоянно. То есть кто-то сидит и занимается такими вопросами? Да, есть технологи, которые сидят в штабах предвыборных кандидатов и работают над этой тематикой. Намного сложнее схема, чем я думал. Так, откровенно, а вы как? Готовы, например, себя облить грязью, а потом отмывать? Слушай, мне достаточно много обливали грязью и обливают. Поэтому я очень спокойно ко всему отношусь. Очень спокойно. Ну, сами вы этим интересны вам? А мне зачем? У меня достаточно оппонентов, у меня достаточно врагов, которые делают эту работу за меня. Даже если бы я хотел ее делать. То есть вы даже не тратитесь на это? Мне зачем. Мне зачем. Второе. Я ж иду не воровать, я иду не грабить этот город. Я иду, как кандидат на мешок головы, иду працювать. А это очень большая разница. То есть я правильно понимаю с ваших слов, финансово вы достаточно уверенно себя в жизни чувствуете для того, чтобы не воровать на этом месте? Финансово я забезпечен, а духовно я очень сильно богат. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.